Я в республике Сербия, Томислав Николич. Это приветствие больше походит на встречу друзей, чем политиков высокого ранга. Даже переводчик не нужен. Не только потому, что сербский гость прекрасно понимает по-русски. Просто собеседники давно и хорошо знакомы. Впервые в Минск Томислав Николич приехал еще в 2011 году на инаугурацию Александра Лукашенко. Тогда по партийной линии. Николич возглавлял сербскую прогрессивную партию. Через год его избрали президентом. И свой первый визит он совершил в Беларусь. За весомый вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между странами Александр Лукашенко вручил своему другу и коллеге Орден Дружбы Народов. Это самая высокая награда, которой может быть удостоен гражданин другого государства. Уже на переговорах Александр Лукашенко пояснил. Награда заслуженная. Благодаря усилиям четвертого президента Сербии страны сформировали крепкий фундамент отношений. Как говорят, на века. Награда сегодняшняя, это абсолютно заслуженная награда. Здесь нет никаких условностей. Здесь нет ничего такого, что связано с должностью президента. Хотя не без этого. Потому что, когда тебя избрали президентом в Сербии, мы осуществили то, что должны были давно сделать. При прежних руководителях Сербии. Потому что, как бы ни складывалась обстановка, ситуация в Сербии, в Беларуси, мы всегда, наши народы, всегда тянулись друг к другу. С избранием президента тебя в Сербии у нас разительно изменились отношения. Кстати, президент Беларуси – кавалер Ордена Республики Сербии. Одно из самых почетных наград Балканского государства. И сегодня Томи Слав Николич вспомнил о поступке Александра Лукашенко, о котором в Сербии знают, похоже, все. В 99-м, когда сербские города полыхали от натовских ракет, президент Беларуси перелетел в Белград. Столица тогда приняла на себя 212 авиаударов. Некоторые здания полуразрушены до сих пор, как напоминание о страшной трагедии в истории сербского народа. Вы посещали Сербию во время бомбардировок НАТО. Я тогда был в оппозиции, но этот поступок не забыл и никогда не забуду. Потому что этот жест в вашем лице на самом деле жест белорусского народа, который, как и сербский, понес самые большие жертвы во Второй мировой войне. Когда я стал президентом, свой первый визит я сделал именно в Беларусь. Тем самым я хотел показать свою позицию по санкциям, которые Европа ввела в отношении Беларуси. И когда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, госпожа Кэтрин Эштон, спросила меня, почему я еду в Минск, я ей ответил, было бы лучше и для вас, если бы вы почаще ездили в Беларусь. Тогда мы укрепили наше экономическое сотрудничество и договорились поднять его на гораздо более высокий уровень. Разумеется, добрые личные отношения между лидерами влияют на развитие экономических контактов. С 2009 года торговля выросла почти в пять раз, до 250 миллионов долларов. В прошлом году был спад, который партнеры намерены преодолеть. Почетный консул Беларуси в Сербии Драгомир Карич прогнозирует возвращение к максимальной отметке уже в этом году. Ведь по маршруту Минск-Белград практически каждый месяц курсируют бизнес-делегации. Вы сохранили полностью машиностроение, ваши троллейбусы, ваши автобусы, ваши трактора. Уже в Белграду катаются три ваших электроавтобуса. И мы быстро очень будем закупать от вас электроавтобусы. Сам премьер наш, когда здесь был, рулил, попробовал, сидел, очень нам это нравится. Промышленность и машиностроение – мощные локомотивы в развитии отношений. На Балканах собирают белорусские автобусы и тракторы. Специально для сербского рынка организовано производство агромашин малой мощности. Визитной карточкой сербских инвестиций считаются комплекс «Маяк Минска» на востоке столицы. В застройку вложено по меньшей мере 600 миллионов долларов. А также международный финансовый центр «Минск.Мир» на месте аэропорта. Помимо деловых переговоров во Дворце независимости, президент Сербии принял участие в памятной церемонии у монумента Победы. Нынешний приезд Томислава Николича некоторые журналисты называют прощальным. 31 марта он слагает полномочия главы государства в пользу соратника по партии Александра Вучича. Последний, кстати, в январе посещал Беларусь в ранге премьер-министра. И тогда же заявил, курс на укрепление контактов с Минском сохранится. Томислав Николич продолжит курировать сотрудничество уже в другом статусе. Я только что тебе сказал, что мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружеских отношений между нашими народами, православными народами Сербии и Беларуси, этот фундамент укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, как и ты, проводя эту политику нашей дружбы. Тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо было бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народа во имя укрепления нашей дружбы. И она это очень насчитывала. Мы с Александром Вучичем знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших отношениях. Мы договорились с ними, с президентом России, с председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем. Соответствующую роль я буду исполнять и в отношении Беларуси. Мы поставили наши отношения на такой высокий уровень, что они уже никогда не смогут ухудшиться. Смена власти в Сербии никак не скажется на интенсивности белорусско-сербского диалога. Бизнес может не беспокоиться. Это, пожалуй, главный итог сегодняшних переговоров. Визит пока еще действующего президента Сербии в Беларусь получился весьма скромным. В Минск Томислав Николич прилетел регулярным рейсом из Франкфурта. Александр Злобин, Сергей Вяль, Денис Каченко, ОНТ.